Добрый день, в эфире Медиаметрикс программа Мимонод, ведут ее Олег Дружбинский и я Евгений Додолев. А в гостях у нас легендарный музыкант Юрий Лозак, который последние несколько лет стал таким, как бы сказал, ньюсмейкером. И в этой связи вопрос, вот эти заявления сенсационные, которые наш брат-журналист тут же подхватывает, они делаются осознанно? Ну, прям вот вы вычисляете точку, куда надо инфузорию туфельку ткнуть, чтобы она задергалась, или у вас это получается так же спонтанно, как сочинение песен? Ну, давайте я сразу вам скажу, я этих заявлений не делал. То есть, за вас выдумывают. Вернее, как, эти заявления, это выдранные из контекста обрывки фраз. Так. Ну, представьте себе, канал «Звезда» приглашает меня на часовую съемку, на часовой эфир идет съемка. Вот мы час снимаем передачу, говорим о том, о съем, они мне задают вопрос, кого бы вы выделили в прошлом веке, какого бы человека вы сделали, как бы, вот, с вашей точки зрения, кто является символом эпохи, или кто самый главный человек в России? Я говорю, наверное, в Советском Союзе и так далее, в нашей империи. Я говорю, наверное, все-таки Гагарин, потому что это мировой символ, потому что это человек, который прорубил дорогу в космос, который там... Одна улыбка Гагарина, что сделал, насколько контрактов мы подписали только потому, что рядом сидел Гагарин. Но, опять же говорю, его нельзя, вот, например, сейчас, с точки зрения сегодняшней космонавтики, рассматривать как человек, который совершил вот именно какие-то физические деяния. Почему? Потому что сегодняшние они в бадминтон играют. Ну, так как нельзя сравнивать, скажем, первого человека охрой, нарисовавшего оленя на стенке пещеры, и Сурикова, это разные вещи, но они оба ценны для истории. Как нельзя сравнивать гитаристов. Джимми Хендрикс научил гитару визжать, сегодняшние гитаристы в коле играют круче Хендрикса, но, опять же, нельзя сравнивать. Так же и Гагарина. Сегодняшний играет в бадминтон, а Гагарин в ракете просто лежал. Из всей передачи остается фраза. Гагарин в ракете просто лежал, он ничего не сделал. Блин, я им звоню, они тут же дают... Красиво! Дают в интернет, это подхватывает все сразу. Все-все-все новостные агентства, лаза вот такой ляп, но они бегут с этой фразой к этому, к Леонову. Леонов кричит, сволочь, он оскорбил моего друга, подонок, гад. Я звоню на звезду, говорю, ребята, какая передача пойдет, чтобы люди поняли, что будет происходить? А они мне говорят, а мы не будем ее монтировать, нам достаточно этого скандала. Я говорю, как так? Вы что, товарищи, подожди, у меня уже идут конкретные угрозы, что убьем, сволочь, как-то. Да конкретно, да. Я говорю, вы что, с ума сошли? Так же нельзя поступать. А нам достаточно, они говорят. И я разговариваю с Пимановым на передаче на какой-то. Он говорит, а чего ты не идешь к нам больше на звезду? Я говорю, ребята, у вас вообще совести нет, говорю. Он говорит, да я лично разберусь. Ну, такой же болтун про все остальные. Ничего не разобрался, все то, что так же и осталось. То есть, я со звездой не разговариваю принципиально. Почему? Потому что люди могут только взять, подставить. И вот эта фраза сейчас гуляет по интернету. Лоза оскорбил Гагарину. Чем я его оскорбил, Гагарина? Я им говорю, ребята, ну хотя бы ладно, бог с ним. Ладно, оставьте эту фразу. Скажите, если кто не докажет, что Гагарин в Ракете сидел, лежал, танцевал, хоть что-нибудь делал. Я говорю, посмотрите на его мемуары. Я же знаю немножко о космонавтике. Академик Раушенбах написал, что первая инструкция, полетная инструкция для первого космонавта состояла из четырех слов. Ничего руками не трогать. Гагарин сам на одном из банкетов встал, говорит, я не знаю, кто я. Первый космонавт или последняя собака. Все шло в автоматическом режиме. Человек лежит в скафандре, просто запеленный в этот скафандр, не может пошевелить ни одним из членов. Летел, пункт сел. Он так и не понял. Час-двадцать весь полет. И мне говорят, что сейчас я оскорбил Гагарина. Да он великий, он первый. Я и сказал, что он великий первый. Я и назвал его первым. Самым великим деятелем Российской империи двадцатого века. Именно Гагарина. И вдруг получается, что я его еще это обидел. Вот так делаются все эти мемы. У нас прямой эфир. У нас прямой эфир. Прямой эфир надо тут еще подкинуть. Вырезать можно от отсюда. Мы не будем. Юрий, я поскольку являюсь вашим давным поклонником и много лет люблю ваши песни и слежу за ними, вы для меня совершенно неожиданно раскрылись как блогер. Я не знаю, у вас это слово коробит. Нет, почему? Ну, если я веду блог, я и на радио вел блог на Комсомольской правде. Долго достаточно, почти год я этим занимался. То есть я наверняка сейчас, вот сейчас идут переговоры у меня с толковыми людьми, которые говорят, что если будешь затевать свой блог, все-таки его надо делать по науке, по сегодняшним технологиям, которых я не очень хорошо разбираюсь. Вы знаете, а может не надо никакой науки? Нет, ну дело в том, что я все равно говорю какие-то вещи. Нет, объясняю, наука это чисто технологически, как это должно выглядеть. Некоторые вещи, упаковка сама, они коробят молодое поколение только потому, что неправильно выглядят. Скажем, черно-белый фильм он не будет смотреть просто потому, что он черно-белый. Хотя это может быть великое произведение, им надо обязательно рассветить это все, в определенной упаковке подать. Поэтому, говорит, это несложно, но это надо знать как. Надо отслеживать потоки вот эти все, как контент растекается, кто его смотрит, как, чего. Вот этот блог – это целое дело. Когда вы сочиняете, извините, что я перебил, это целиком ваша работа или это все-таки коллективное творчество, вам кто-то помогает писать? Почему, зачем мне это нужно? Единственное, что я всегда показываю жене, она тренцирует писателей, она все-таки закончила литературный институт, и один из лучших поэтов у нас сейчас в России. Она прекрасно понимает, в том, вот в этой части она прекрасно разбирается. То есть вы не публикуете без ее, как бы, визы? Это очень правильно. Она корректор или редактор? Я сейчас спрошу вот так. Она, в первую очередь, это человек, который, можно сказать, нравится, не нравится. Когда-то Шеницкого спросили, зачем ты показываешь жене свои произведения, она же в этом не бом-бом. Он говорит, она в этом самый главный бом-бом, потому что она отвечает на вопрос, нравится, не нравится. Это единственное, что, единственные критерии, которые существуют в творчестве. Первой и единственной женой Юрия стала Светлана Мережковская. Она тоже была певицей, также она занималась редактурой песен супруга. В 1986 году в семье родился сын, которого назвали Олег. Он, как и отец, связал свою жизнь с музыкой. Окончил колледж имени Гнесиных и московскую государство государственную консерваторию имени Петра Чайковского. В настоящее время выступает как оперный певец.